В Джалебадском районе предан земле шахит лейтенант Аликрам Габелюклы Ханышев. Военнослужащий азербайджанской армии похоронен на городском кладбище Гойтепе в Джалебадском районе. На церемонии похорон приняли участие официальные лица исполнительной власти Джалебадского района, представители районной общественности и близкие погибшего. Вечная слава героям, вечная им память. Лачинский район сыграет важную роль в будущем экономическом развитии Азербайджана. Он будет восстановлен, а одной из основных задач является скорейшее возвращение переселенцев в родной район. Об этом, как передает канал 13, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, в обращении к народу по случаю возвращения Лачинского района согласно трехстороннему заявлению, подписанному азербайджанским лидером, президентом России Владимиром Путином и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, освобождение стратегически важного Лачинского района является историческим событием. Президент во время обращения к народу также отметил, что есть попытки сорвать трехсторонние соглашения по Нагорному Карабаху. Он подчеркнул, что в случае попыток вмешаться в договоренности, Баку продемонстрирует жесткую позицию. Азербайджанский лидер отметил, что цель таких попыток – нарушить достигнутое соглашение. Президент Азербайджана далее привлек внимание к предвзятой позиции Франции. Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то я говорил в период войны – отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела. Еще раз хочу сказать – термин «Нагорно-Карабахский конфликт» остался уже в прошлом. Не советую, чтобы этот термин употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин, сказал Алиев. Турция и Россия заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает канал 13. Были завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основы принципа правоты Турецкого-Российского совместного центра. И было подписано соглашение – ведутся необходимые работы для начала скорейшего функционирования совместного центра, говорится в распространенном коммунике. Турецкая сторона при этом не приводит детали подписанного соглашения. Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана назвало сумму пенсий, которые будут выплачиваться военнослужащим, вернувшимся с Карабахской войны, и семьям лиц, которые стали шехидами за территориальную целостность Азербайджана. Как передает канал 13, об этом сказал заводделом политики социального обеспечения Министерства Бабек Гусейнов. По его словам, для лиц этих категорий предусмотрены психологические и материальные льготы, и помощь им будет выдаваться в форме пенсии. Гусейнов добавил, что для семей шехидов размер пенсии составит 300 монатов. Для лиц, ставших инвалидами на войне, 250, 230 и 210 монатов согласно 1, 2 и 3 группам соответственно. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать предложение главы Азербайджана Ильхама Алиева о создании новых коридоров на горном Карабахе, который бы соединял Нахичевань с западной частью Азербайджанской Республики. «Я конкретно эту тему оставлю без комментариев», – сказал пресс-секретарь российского президента. По словам Пескова, ранее в одной из сообщений Кремля о телефонном разговоре Путина с Алиевым говорилось о том, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. «Темы транспортных коммуникаций, да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами, но конкретно этот сюжет я оставлю без комментариев», – сказал Песков. При этом он уточнил, что отказ комментирования относится именно к утверждениям Алиева насчет положительной оценки и одобрения этой идеи со стороны Путина. На восстановление лесов, вырубленных и сожженных армянами на территориях Азербайджана, потребуется 100-150 лет. Как передает канал 13, об этом сказал председатель общественного объединения охраны природы Эко-стиль Азербайджан Эльман Юсифов. Эксперт отметил, что в зависимости от вида деревьев это может занять и 200 лет. Если лес сгорел, то трава там появляется только через 10-15 лет. Через определенное время там начинают появляться высокие кусты, а затем уже можно наблюдать редколесье. Естественно, после восстановления это уже будет другой, не прежний лес. Юсифов сказал, что по ценности первое место среди лесных пород деревьев занимает дуб, затем следует бук, граб, вязь и другие. Ценность лесов, которые вырастают на сожженных территориях, снижается, поэтому ожидается, что леса, которые вырастут на этих территориях, через 100-150 лет уже не будут состоять из прежних пород деревьев. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военнослужащих. Как передает канал 13, со 2 декабря 2020 года будет демобилизована определенная категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской республики номер 2280 от 28 сентября 2020 года. В документе указано, что будут демобилизованы имеющие трех или более детей, лица, под опекой которых находится инвалид первой степени или несовершеннолетний брат или сестра, единственный ребенок в семье, чьи отцы или братья погибли или скончались в ходе боевых действий, а также при исполнении воинских обязанностей, раненые в ходе боевых действий, а также лица, которые признаны негодными к военной службе в мирное время и считающиеся ограниченно годными в военное время. В суде общей юрисдикции Еревана 1 декабря было отложено судебное заседание под председателем судей Анны Даневикян по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, заседание было перенесено в связи с неявкой адвоката Сейрана Аганяна, Карена Межлумяна, о чем он заранее сообщил суду. Следующее судебное заседание назначено на 8 декабря. Отметим, что Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Уголовное преследование против него началось в 2018 году. Его трижды заключали под стражу, где он в общей сложности провел 500 дней. В июне 2020 года апелляционный суд вынес решение об освобождении Кочаряна из-под стражи под залог. Сам Кочарян заявляет, что уголовное дело против него сфабриковано. По делу 1 марта проходит также бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Аганян и экс-руководитель администрации президента, бывший вице-премьер Армен Геваркян. Продолжение следует...